Арцахский союз воинов-освободителей Об этом сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах. Арайка Рутинян вручил военнослужащим ордена и медали и поблагодарил их за безответную службу, которую защитники Отечества продолжают и сегодня как в бою, так и в гражданской жизни. Президент Арайка Рутинян сегодня подписал указ о внесении изменений и дополнении в указ президента от 17 декабря 2020 года о структуре правительства Республики Арцах. Согласно указу, Министерство труда и социальной миграции переименовано Министерство социального развития и миграции. Из Министерства сельского хозяйства и экономики последнее выделило и объединило с Министерством финансов, а в структуру органов государственного управления добавлена служба государственного контроля и новосозданный комитет по возмещению материального ущерба. Степанакерт осудил инициативу Баку, так сказать, осмотреть исторические и архитектурные памятники Арцаха. Решительно осуждаем решение власти Азербайджана о создании специальной комиссии, работа которой, согласно последующим заявлениям официальных лиц, будет направлена на стирание следов армянства с культурных и религиозных памятников на оккупированных территориях Арцаха. Этот шаг еще раз убедительно подтверждает тот очевидный факт, что армянское культурное наследие, находящееся под контролем власти Азербайджана, находится в реальной опасности быть полностью уничтоженным или оторванным от своих исторических корней, говорится в сообщении МИД Арцаха. Что делать, чтобы и торговля не пострадала, и общественные территории, предназначенные для общего пользования, служили цели и не перегружались ящиками фруктов и овощей? Вопрос, который много раз обсуждался и так и не был решен, вновь стоит на повестке дня. В Мерию сегодня пригласили продавцов фруктов и овощей. Чиновники напомнили о действующих правилах и требованиях, сообщили, что будут усиливать контроль. Инспекторы Мерии и городской отдел полиции продолжают проверку торговых точек. Благотворительный фонд Туфенкен продолжает свои программы в Арцахе. После войны 2020 года приоритеты были пересмотрены. Особое внимание уделяется приграничным сообществам. На этот раз в центре внимания оказалось село Цоватех Мартунинского района. Общественный центр был отремонтирован. В этом году благотворительный фонд Туфенкен планирует реализовать новые сельскохозяйственные, медицинские и образовательные программы в ряде сел Мартунинского района. Летом планируется проведение курсов по оказанию первой помощи с участием старшеклассников. Вчера было проведено 400 тестирований, в результате которых в Арцахе выявлено 190 новых случаев коронавирусной болезни. В данный момент стационарное лечение проходит 36 пациентов с диагнозом COVID-19. Зарегистрирован один случай с летальным исходом. Министерство здравоохранения Республики Арцах призывает граждан следовать рекомендациям во избежание новой вспышки эпидемии, как можно скорее вакцинироваться. Вакцинация против COVID-19 проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении Республиканского медицинского центра, в Медообъединении Аревик, в Центре эпидемиологии и гигиены, в Аскеранском, Мартунинском и Мартакерском районных медицинских объединениях. Для получения дополнительной информации можете звонить по телефону 047-94-3227 с 9 до 17.00.